В одиночном, таком затяжном отрыве, в общем, уж что-что, а силу он отдал, пожалуй, в этой гонке вообще больше всех. Тут, конечно, его нужно награждать как сразу самого активного гонщика на этапе, может быть, даже и на всей гонке получится в итоге. Так, Пьерик Федриго, еще раз мы его видим в синей майке команды Францес Дежо. 33 секунды, кстати, 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 посмотрите, как здорово Федриго начал работать впереди, да, в группе розовой майки, что там очень серьезно взвинтили темп. Очень, 34 секунды, километр до финиша, но тут всего лишь километр до финиша. И тут, возможно, к своей победе уже мчится гонщик Джайн Шимано. Да, вот это да, и это причем не Ники Санд, это Тьери Юпон, француз из Джайн Шимано. Причем он знает, что есть у него там Ники Санд, его товарищ по команде в той группе, которая, естественно, предпринимает, ну, в силу, естественно, своих возможностей, предпринимает усилия для того, чтобы вот попытаться разбить командные усилия, слаженные действия группы преследователей. И, похоже, что именно, уже сейчас, похоже, понятно, что именно Тьери Юпон становится победителем этого этапа, знаменитого этапа четырех дней Дюнкерка. Вот еще раз напомню, гонка все-таки видоизменилась, она называется «Четыре дня Дюнкерка», но этапов пять, и это еще и тур Дюнор по Декале, то есть такое объединенное. Но вот сам этот этап, вот по этим местам, он очень важен, и он уже не в первый раз здесь проводится, это действительно самый сложный, легендарный этап четырех дней Дюнкерка. И вот, собственно, Тьери Юпон приезжает к своей победе на этом этапе. Да, в генерале изменений нет, 14 минут 24 секунды его отставания от лидера, и посмотрите, там Ники Санд еще и за вторую позицию борется. Поздравляем Тьери Юпоне с первым местом, и поздравляем команду Джаэнт Шамано с двойной победой. Ники Саарн, и третий кто? Вот точно сказать не могу, кто третий, похоже, что все-таки это был Пишо, но там они, ну, совсем рядом были. Вот Пишо и Левюхелин, кто-то из них, так, и здесь в розовой майке все-таки, все-таки Демар вырезал вот этот групповой финиш и, собственно, защитил. Защитил свою первую позицию в генеральной классификации. Здесь, конечно, ну, скорее всего, дадут одно время. Там можно, конечно, формалистски подойти и одну секунду дать еще лишнюю Арно Дамару за вот этот финиш. Ну, так, по большому счету, в одно время с Шиванелем и с Микалем Андерсом финишировал Арно Дамар. Соответственно, вот эти его две секунды преимущества остались. Но, опять же, да, завтра последний этап, можно сказать, этап дружбы, но банификация никуда не девается. И, соответственно, в связи с этим борьба будет. Борьба будет и за победу. Так, Тирио Бонн, победитель четвертого этапа, четырех дней Дюнкерка. Ну, вообще, странноватый день получился. Неожиданно на этой трассе редко бывает, когда так рано будет отрыв. Ну, мы во время этого отрыва продолжали работать в пилотоне. А вот потом, в тот момент, когда уже пошли атаки, когда от основной группы ничего не осталось, но мы и остались с моим старчем по команде Никесом Арнтом в группе «Розовые майки», тут мы поняли, что у нас-то двое, почему бы нам не пойти вот в такую атаку вдвоем. И в итоге, видите, эта тактика сработала, пришла победа на этапе, да еще вот я, конечно, очень счастлив, что я выиграл здесь, и я очень рад за Никеса Арнта, который занял второе место, и, конечно, для нашей команды это большой успех, двойная победа. Да, 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 это было нервное всю день, с водой, с пленой тоже. Так что, конечно, это очень много морали. Но вообще весь этап был достаточно нервный, говорит Тирию, потому что ветер дул не переставая, действительно очень ветреный этап. Ну да, видите, Арнадо Мар все-таки дали секундочку, и, соответственно, теперь он 3 секунды выигрывает у Шиванеля и 6 секунд выигрывает у, собственно, Михаэля Андерсона. Ну и напомню, что Тири Арнадо Мар является действующим победителем 4 дней Дюнкерка, может он, собственно, победный дубль даже так сделать, да, второй год подряд взять 4 дня Дюнкерка. Ну а Тири, он победитель этапа, Нике Сарнт из Германии, второй. Субтитры сделал DimaTorzok